Список особо опасных товаров пополнился еще одним. Последние заявления американских ученых заставили в прямом смысле посидеть тысячи женщин по всей планете. Краска для волос вызывает рак груди и это результат многолетних исследований. В зоне риска все без исключения ненатуральные блондинки, рыжие и брюнетки. Почему за эксперименты с цветом волос можно поплатиться самым дорогим здоровьем, разбирался Иван Уваров. Вот уж действительно красота страшная сила. Последние 8 лет у Зои Петровны строгое правило никакого окрашивания. К тому же, как только женщина стала моделью серебряного возраста, седина теперь часть имиджа. Но долгий опыт общения с краской чуть не вернулся для нее трагедией. После того, как начала маскировать седину, волосы выпадать начали. У меня были всегда блестящие волосы. А здесь уже все. Здесь волосы тусклые. И Зои Петровне еще повезло. Американские ученые 6 лет проводили исследования и доказали, краска для волос на 60% повышает риск заболевания раком груди. В научном эксперименте принимали участие 45 тысяч женщин. И у большей половины из них в итоге диагностировали онкологию. Спорадический рак, который возникает в результате поломок ДНК уже в процессе жизни. Ароматические амины, аммиак, деготь и еще 5000 вредных веществ, которые есть в составе любой краски, разрушают эндокринную систему. Пагубно влияют на ДНК. А еще ожоги кожи, аллергия, зуд с этим сталкивалась почти каждая модница. Хотя в зоне риска не только женщины. Достаточно агрессивные краски, это профессиональные, которые внедряются в кутикулу волоса, тем самым разрушая достаточно хорошо. Но жертвы моды ежедневно приходят в салоны красоты. Некоторые для того, чтобы стать примером для своих клиентов. Стилист Дарья практически каждый месяц экспериментирует с цветом. Я пользуюсь прямыми пигментами, они на основе бальзама. Поэтому это совершенно никакого вреда волосам не причиняет, а наоборот их с каждым окрашиванием напитывает. Но опытные стилисты считают, красота в любом случае рано или поздно потребует жертв. Верить безвредному и даже якобы целебному составу красок просто нельзя. Это, назовем так, маскируется. То есть, когда мы в краску добавляем ухаживающий компонент, они не делают волосы лучше. Все это, конечно, не останавливает заложников своей профессии. Певцам, артистам, музыкантам нужно всегда быть в образе или часто его менять. Себя помню сколько, и это обесцвечивание волос у меня было самого, я не знаю, самая группа мираж. Мне кажется, что просто относиться надо ко всему проще в этом отношении и чувствовать внутренний свой голос. В каждой краске для волос более 200 различных химических соединений и масса канцерогенов, вызывающих различные заболевания и разрушающих структуру волоса. Поэтому, если уж очень хочется изменить имидж, медики советуют пользоваться временным окрашением. Так и неожиданных неприятных последствий можно будет избежать и с цветом экспериментировать хоть каждый день. Седина лучше всего красит и женщин, и мужчин. Пропагандирует в интернете 61-летняя модель США Ясмина Ройси. А невеста Киану Ривза, 46-летняя художница Александра Грант, изучив исследования американских ученых, похоже, запустила настоящий фэшн-тренд. Она призывает отказаться от окрашивания волос. Согласно статистике, ежегодно только в России 70 тысяч женщин слышат диагноз рак молочной железы. Иван Уваров, Светлана Шишкин, Наталья Ленькова, Александр Логинов и Валерий Савинский. Известия специально для Пятого канала.